всем привет вы на канале нади брендс и я желаю вам приятного просмотра я хотела рассказать вам о том как меня научил инструктор пгв который был у нас в роддоме чтобы ребенок спал единым цельным ночным сном от шести часов и более погнали ребенок очень хитренький и он будет всячески успокаивается от любых прикосновений матери от ее поцелуев и уходить в сон особенно в первые дни это очень важно профилактировать то есть если вы хотите по-настоящему ребенка разбудить его нужно так сказать привести в чувство нужно приоткрыть одежду то есть чтобы он как бы дуновение ветерка почувствовал нужно обязательно его потормошить немножко руки и допустим зарядочку какой-то поделать чтобы он ощутил что да действительно он проснулся потому что если ребенок будет спать днем то от этого ничего хорошего впоследствии не ждите потому что у него собьются часы он ночью перестанет спать и ночью будут постоянные пробуждения это нам не надо поэтому инструктор сказала пгв очень хорошая женщина инструктировала меня целых три дня в день по 23 раза заходила проверяла как происходит грудное вскармливание и в том числе по режиму дня давала инструкции и что мне еще понравилось она мне сказала если в молодом возрасте вы просто ночью не будете спать потому что он все время будет просыпаться на поесть что для ребенка в целом не очень нормально потому что все таки он должен начинать привыкать постепенно к обычному режиму взрослого человека ребенок постепенно учится ночью спать дольше чем днем для этого нужно днем его просто будить по часам более того по каким-то некоторым другим источником я читала что вообще больше двух часов днем давать спать нельзя то есть вот если он полчаса спит это нормальный такой кратковременный дневной сон считается в него ребенку можно заходить достаточно часто в течение дня но пока он маленький все равно его нужно будить будить на поесть будить на активность на какой-то поскольку он последующим ночами будет просто играться вместо того чтобы спать а это нам надо это нам соответственно не надо пока он маленький это просто кормежки а через несколько некоторое время уже надо будет развлекать ребенка от чего мама естественно как и развлечения ночью это уже невозможно чисто физически мама не сможет это осуществить поэтому она советовала копить сон в течение дня чтобы еще можно было из него сделать такой большой сон который будет ночью и собственно говоря мы практически с полутора месяцев вышли на режим что ребенок спит у него есть обязательно такой промежуток когда он спит 67 часов бывает что спит например пять с половиной часов покушать и потом еще спит 43 часа может быть вообще иногда такие бывают интервалы что спит шесть часов покушать и еще четыре часа спит то есть в целом 10 часов такого сна это вообще для нас нормально бывает вот собственный простой секрет который надо поддерживать просто это себя нужно заставлять да в течение дня вот проявлять активность собственная от мамы тоже активность это требуется я еще это усложнила ситуация тем что у меня достаточно активный ребенок то есть она может быть и некрикливая довольно таким по сравнению с другими детьми но она очень активная то есть она любит изучать она все время открывает глаза и не скажу что это прям какая-то гиперактивность или ее так сказать предпосылки но для меня было очень важно чтобы я отдыхала днем поскольку у меня рассеянный склероз я об этом всегда говорю и соответственно с таким заболеванием по ночам не спать нельзя то есть не рекомендуется крайне нежелательно нарушать режим дня у меня просто выхода не было то есть мы днем обязательно активней чем максимально у нас гимнастика массаж по мере возможности если не болеем и на улице хорошая погода прогулки ванна один раз наверно в два дня сто процентов обтирание каждый день почему не каждый день ванна потому что это тоже физическая нагрузка для меня у нас уже с мужем жена и спины не железные у нас больные у обоих спины честно говоря у меня уже был даже приступ шейного остеохондроза тут недавно помимо того что поясница болела в первые два-три месяца и грудной отдел болел страшным образом по грудному отделу там вообще своя отдельная история в общем вся эта активность несмотря на то что это все сложно организовано конечно в течение дня но приходится создавать эту активность искусственным путем также развлекаловки различные то такая вот дуга которая развивает поет там всякие кнопочки игрушки висят на кровать мы ее кладем и ребенок на ней на пеленочке грубо говоря тоже отдыхает рассматривает потом это танцы танцы с бубном и называют когда берешь ребенка вместе с ним поешь обязательно мы с ним поем и танцуем вместе то есть он тоже получится свои различные активности проявлять в отношении таких танцевальных способностей и прослушивание любых музыкальных треков которые я подбираю то есть попала мы тоже не слушаем потому что у меня музыкальный вкус и у дочки тоже хороший достаточно музыкальный вкус на генетическим так передается плюс у меня есть призвание и вот так постепенно мозговая активность эмоциональный интеллект развивается и физически ребенок все достаточно плотненько так стоит и он быстро устает то есть занятий должно быть много в течение дня если конечно вообще не просто лежит и никто к нему не подходит ну как бы не надо не стоит ждать того что он ночью прям будет весь прям спать даже если он и не спал весь день то есть все равно у него должно быть развитие ребенок так просто лежать не должен он должен как минимум что-то видеть рядом с собой происходящее желательно конечно маму или другого ухаживающего человека это очень сложно на самом деле но этого дает результат то что ребенок спит конечно из всех правил вот этих есть исключения это когда ребенок например болеет вот как у нас заболел урвы и три месяца заболел ребенок урвы и хотя находится на смешанном скормливании причем преимущественно большей частью грудном вот так вот нам повезло вот в это время конечно мы тоже у нас чуть-чуть бой пошел то есть мы день через день спали грубо говоря вот так и затяжными ночными снами в отношении мента такого когда мы лежали в больнице конечно какой там режим то есть там там еще не было режиму начали только полутора месяца мы грубо говоря воспитали чтобы ночью больше мере именно ночной происходил сон а днем мы практически не спим то есть нас везде по полчаса и так уже достаточно давно ну может три-четыре сна дневных по полчаса по часу по полтора и таких вот немного серий абсолютно то есть большую часть времени это носки то активности с ребенком хотя она малышка еще совсем казалось бы какие там активность такая вроде малышня ну несоответственно самом деле у большинства девочек я вот слушаю у многих очень спят реальные дети натурально спят никакого говорится горя проблем не знают вот а с активными детьми приходится там то еще какой как ноги тащишь а тут еще надо ребенка развлекать семейные бытовые все вопросы тоже это все всегда на женщине и да какие-то послабления но как говорится вы же не будете голодом сидеть все равно то есть нужно обязательно кушать да и в и упираться это однозначно то есть надо в каком-то другом может быть режиме но все равно это все производить надо соответственно вот такая на маму задача ложится и вот в этом весь секрет конечно если расслабляться там чисто если нравится конечно по ночам не спать то как бы ок но это лично не мой случай для меня было это принципиально важно наладить поэтому вот делюсь секретом если кто-то воспользуется буду очень рядом всем пока смотрите другие видосы на канале